Уникальный подарок детям от комбината. В детском оздоровительном центре Уральские Зори открылось свое металлургическое производство. Конечно же, для школьников был построен не второй ММК, а его интерактивный макет. Он позволит не только увидеть всю технологическую цепочку, но и принять личное участие в процессе производства стали. С уникальным интерактивным макетом наша съемочная группа поспешила познакомиться одной из первых. Ведь за такие проекты впору давать Нобелевскую премию, поскольку до сих пор никому в голову не приходило, что металлургическое производство может стать увлекательной игрой для детей. Было задание генерального директора создать проект для детей. Суть игрового процесса заключается в том, чтобы ребенок мог для себя понять и представить, как работает комбинат, градообразующие предприятия, и мог в нем поучаствовать, то есть занять какую-то должность и поучаствовать в игровом процессе. В результате были созданы действующие модели пяти основных переделов комбината. Они позволяют ребенку пройти по всей технологической цепочке процесса производства стали, от добычи сырья до применения в готовой продукции. Причем каких-то особых навыков для этого не требуется. Мы видим кнопку погрузки и, как следствие, происходит загрузка поезда. Как только мы загрузили поезд, мы можем отправить его на агломерационную фабрику. Нажимаем следующую кнопку, поезд у нас отправляется. Такое простое управление дает возможность детям самостоятельно выплавить чугун, отлить первый сляп и получить прокатную сталь, а также попутно примирить на себя разные металлургические профессии. Мы сегодня получили такой замечательный подарок для наших детей, которые смогут в круглогодичном режиме именно проходить и участвовать в программе нашей дополнительного образования, связанной с профориентацией на производство и направленной на те металлургические профессии, которые сегодня существуют на ММК. В лагере появление новой увлекательной игры наделало много шума. Дети с нетерпением ждали ее открытия, подготовив благодарность тем, кто подарил им этот проект большую концертную программу. Приятно в очередной раз открывать что-то новое в наших лагерях. Буквально недавно, в июне, мы открыли новый стадион в Горном ущелье. Такой же стадион в прошлом году открыли здесь, в Уральских Зарях. Ну и новый подарок в честь 90-летия Магнитогорска, в честь Дня Металлурга. Новый, серьезный, я считаю, проект – это мастерская ММК. Как вам отдыхается в нашем лагере? Это отлично! Самое главное – больше отдыхайте, развлекайтесь, ну и, конечно же, с таким подарком развивайтесь. Надо сказать, что гостям самим не терпелось увидеть чудо-игру. Поэтому медлить с ручением символического пропуска от мастерской и перерезанием красной ленточки они не стали. Ожидания обманутыми не остались. В восторге от увиденного были и гости, и дети, среди которых нашлось немало тех, кто уже сейчас мечтает связать свою жизнь с комбинатом, считая работу там очень престижной и интересной. Мне понравилось все. Как раскатывали металл, как красили, как добывали. А вы хотите свою жизнь с чем связать? Какой профессией? Работать в ММК. А почему ты выбрал ММК? Потому что там интересно работает, там металл производится. Мне это нравится. Остается только добавить, что стоимость этого проекта – более трех миллионов рублей. И уже сейчас с уверенностью можно сказать, что он войдет в список уникальных достопримечательностей Магнитогорска. Татьяна Артеменко, Олег Картенко, телекомпания ТВН. Татьяна Артеменко, ТВН.